27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В Челябинске прошла масштабная акция «Сад памяти». Южноуральцы высадили ели в честь родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Подвиг своих предков вместе с жителями почтил и губернатор Алексей Текслер. В честь кого в Саду Победы появились новые саженцы, расскажем в сюжете. Оптимальный ее размер, чтобы максимально была хорошая приживаемость данного дерева. Это уже крупномер. Ну да, уже крупномер, но это оптимальный. Если уже больше пойдет, то она очень тяжело и долго будет болеть. Каждая из этих 20 елей из Кыштымского питомника не просто еще один новый саженец. Деревья станут символом памяти подвига южноуральцев, которые в 40-е спасали страну от фашизма. В честь каждого из погибших солдат и тыловиков высадят именное дерево. Одним из первых подвиг предков почтил губернатор Алексей Текслер. Посвятил это дерево и высадил его в честь Резепина Михаила Константиновича. Это наш ветеран. Он в прошлом году ушел из жизни на 105 году. На мой взгляд, это важно, когда наша молодежь вспоминает ветеранов. Основная сегодня задача, чтобы не прерывалась череда поколений. Международную акцию «Сад Победы» запустили в прошлом году. В 2021-м проект стал еще более масштабным. Только в одной Челябинской области волонтеры уже высадили 12 тысяч молодых сосен. У каждого из саженцев своя история. Амбассадор акции и шоумен Станислав Ярушин дерево посвятил своей бабушке. Человек прошел войну, но не воевал. Все-таки она была совсем в юном возрасте. Но те истории, которые она рассказывала, те истории, которые не проходили с родителями, а об этом, конечно, нужно помнить и нужно оценить те времена. Зеленые памятники высадят в Челябинской, Сверловской, Оренбургской и Новгородской областях, в Хабаровском крае и Казахстане. А по всей России появится 27 миллионов саженцев. По одному в честь каждого из 27 миллионов погибших солдат. Все высаженные деревья отметят вот такими именными бирками с именами родственников или близких, воевавших или погибших в Великой Отечественной войне. Те челябинцы, кто не смог принять участие в акции, смогут увековечить память своих близких, просто высадив дерево у себя во дворе. Партнером Всероссийской акции «Сад памяти» выступила русская медная компания. Среди волонтеров и сами сотрудники предприятия РМК. Ведь в военные годы многие заводы-участники акции тоже работали ради приближения победы. Так на Карабашском медиплавильном заводе снабжали медью и снаряды, и самолеты. На фотографии мой дед с бабушкой. Он награжден ордером второй степени Великой Отечественной войны. Также являлся металлургом у истоков нашей династии. Очень важно не просто помнить о трагических событиях тех лет. Важно вносить и свой вклад в сохранение этой памяти. Мы всегда с трепетом относимся к этому празднику и стараемся поддерживать все мероприятия, которые связаны с 9 мая. В рамках мероприятий памяти пройдет и детский конкурс рисунков от РМК. Автор лучшей работы получит приглашение на финал акции в Бресте 22 июня.